Елена Водянова более 20 лет проживает по адресу улицы Колхозный, дом 8. Этот дом – бывшее общежитие завода «САМ». Жильцов здесь осталось немного. Те, кто нашел возможность, постепенно разъехались. А такие, как Елена, у которых возможности нет, вынуждены жить в нечеловеческих условиях. В 2017 году удалось добиться личного приема тогда в РИО губернатора Любима Николая Викторовича, который дал распоряжение, чтобы наш дом в конечном итоге признали аварийным. А до этого было два суда, которые мы выигрывали, и где конкретно говорилось, что наш дом не подлежит ни капремонту, ни реконструкции. То есть он аварийный. Проблема в том, что пока готовились документы и утверждался новый статус аварийности, программа по расселению домов до 2025 года уже запустилась, и 8-й дом по улице Колхозной в нее не попал. Сформирована программа переселения из аварийных домов на период 19-25-й годы. В нее вошли 8 домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года. Это второй этап программы, в соответствии с которой финансирование мероприятий по переселению на 99, почти на 100%, в 85% осуществляется за счет средства фонда. То есть федеральные средства направляются на выполнение мероприятий переселения. Кроме 8 домов, которые, наверное, на сегодня, сейчас уже мы все понимаем, какие адресные перечни есть. В 2019 году один дом уже у нас по Новослободской, 26, уже расселен, снесен. Дом по Колхозной попадает в следующий список. 38 домов, которые будут расселять после 2025 года. Хотя этот срок кажется жильцам нереальным. Дом действительно разваливается. Тут после признания его аварийным в феврале 2019 года балкон обболился. Зимой этого года обрушилась стена неоднократно. С усилением ветра крышу разнесло, огромные течи, течи не устраняются. Дом стал печально известен в мае 2017 года, когда на общей кухне обрушился потолок. Тогда чудом не пострадали люди. Но это тоже не стало причиной дополнить этим общежитием список программы расселения до 2025 года. Елена годами обращается в жилищную инспекцию, прокуратуру, администрацию. На этот раз она записала публичное обращение к губернатору региона и разместила в социальных сетях. Отчаяние женщины связано со страхом того, что здание, судя по его состоянию, может просто не перезимовать. Шлакоблок – это песок, вода проникает в стены, зимой ударят морозы и опять обрушение будет. И на этот раз уже обрушение будет, не дай бог, жертвы. Тогда, наверное, обратят на нас внимание. Роковое стечение обстоятельств, бюрократические сдержки. Дом не успел попасть в список аварийных в срок до января 2017 года. Люди, проживающие здесь, чувствуют себя не в безопасности. Мы будем следить за развитием событий. Марина Комиссарова, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова